Всем привет, ребята! С вами, как всегда, Ольвер, и мы с вами продолжаем ловить читеров в CSGO, ребята. Сегодня у нас патруль на карте Дэми Раши, подозреваемый играет с ЗКТ, ребята, в руках у него АВП, поэтому я уже думаю, что патруль должен быть интересным. Когда подозреваемый играет с АВП, это очень интересно. Делает он вот такой вот первый килл, ну, за сегодняшний наш патруль. Счёт, ребята, 6-7, и у подозреваемого счёт 11-8. Ну, в принципе, такой более-менее нормальный счёт, но я бы не сказал, что супер очень крутой. Ну, давайте выяснять, за что ему кинули репорт. Возможно, читер, возможно, нет. Будем смотреть всё, как обычно, ребята. Ну, чекает мидл, попытался там что-то, он прыгнул в андеграунд, убил одного. О, смотрите, вот не повёл прицел, мне кажется, если бы какой-то не особо умный читер был, он, мне кажется, повёл бы прицел вот немножко по модельке, хотя бы немножечко сдвинул бы. А потом бы уже понял, что за другой стенкой, как по мне, здесь, ну, о наличии ВХ стоит, как бы, задуматься, наверное, или, опа, всё, увидел, ребята, чекнул, сейчас будет ждать. Попытался убить, но не поймал. То есть, ребята, никакого префайера тут не было, всё было чисто и, как бы, без вопросов. Чекает позиции, на которых нету противников, потому что не знает расположение терров, вот. Ну, знает, что был один в коврах, потому что, собственно, сам его видел. Вот, ох, не стрельнул, ребят, даже, потому что не среагировал. Вот сейчас, ну и не попал. Попробуют, наверное, они с пистолетов, ну, потому что у терров мало количества ХП, ребят. Опа, всё, теперь знает, где есть один и где есть второй, но 100% расположение не знает. Оп, всё, хорошо, всё чётко. Увидел, прыгнул, видел. И убил, ребята, всё, отличная работа, стабильная. Не знаю, почему ему кинули репорт. По первому раунду, ребята, ну, можно сказать, обычный, реальный игрок, ну, более-менее нормальный, который убивает, который понимает, куда надо бежать, который понимает, когда надо стрелять и куда. Чекает яму, обычная стандартная позиция, никого нет, ну, как бы, да, надо подождать, посмотреть, возможно, кто-то пойдёт и уже убить. А терры, тем временем, ребята, идут на Б. Давайте посмотрим, как будут перенимать Б, ну, сейчас должна быть инфа, что Б, вот всё, вот сейчас инфа. Да, и побежал, побежал по инфе, ребята, давайте смотреть. То есть, заметьте, перетяжку начал делать только когда убили КТшника, когда появилась информация не секундой раньше, то есть не было информации, он не знал. Ну, давайте смотреть, одного, кстати, он уже увидел. Смотрим, чекает, ну, всё, засмочили, просто всё, оп, не попал, но, в принципе, знал, куда стрелять, ну, стабильная, ребята, ситуация, кинул хорошую ХЕшку и там всё, тиммейты вроде бы сделали уже. Оп, увидел, всё, и добил, ребята, то есть увидел, добил, всё, и там, по-моему, там, по-моему, была информация по этому парню, я точно не помню, но здесь даже особо-то и придраться не к чему, чекнул Зигу, убил, то есть я бы не сказал, что это ВХ, ребята. Ну, давайте смотреть пистолетный раунд, как будет действовать наш подозреваемый, бежит быстренько, очень быстро бежит ковры, сейчас будет ап, всё, ребята, смотрите, решили они медленно играть, ну, посмотрим, посмотрим. Стоят два парня, ну-ка, интересно, вот просто, если у него ВХ он видит, он должен знать, да, по идее, где, ой, там жёстко так принимают КТшники, всё, пошла какая-то более-менее такая раскидочка, да, на пистолетке, и вышел, убил, не убил. Ну, во всяком случае, ребята, да, выходил нормально, без каких-либо вообще подозрений, а вот знаете, почему он чекает? Потому что парень с КТ убивал, уже убивал Тера, и поэтому была инфа, что где-то в КТ, но там лежит смок, поэтому они не особо его, как бы, контролируют. Вот, и всё нормально, сидит в крысе, чекает, ребята, я не понимаю, за что кинули репорт, напишите, пожалуйста, своё мнение в комментариях, как вы думаете, за что этот парень получил репорт. Ну, затащит, нет? Ну, всё грамотно делает, всё грамотно делает. Оп, 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 смотрите, ребята. О, ещё и затащил, вообще молодец, вообще красавчик, стреляет нормально, понимает, что надо делать, понимает, как двигаться, как передвигаться, в какую позицию вставать, в какую нет, ребята. Вполне адекватный чел, я не знаю, за что ему кинули репорт. Ещё раз, ребята, попрошу вас написать в комментариях, как вы думаете. Ну, а мы будем смотреть патруль до конца, чтобы понять всё-таки, возможно, там будет какой-то, ребята, момент, который прям, бау, 100%, всё, палево, АИМ, ВХ, ГГ, ВП, триггер и так далее. Но пока, ребята, таких моментов не было, и даже подозрений на такие моменты не было. Вот, знает, что есть в окне. Во-первых, стрельба была, во-вторых, вроде бы он как видел, ну, когда выходил на мидл, там было трое вообще, то есть одного они убили, один убежал, как бы, ну, можно было догадываться, что в окне, и плюс была информация ещё с миды. Поэтому, ребята, никаких подозрений нет. Флешечка. Ещё одна. И всё, и побежали, выбегают, а тут их вообще никто не встречает, вот там только один бедный парень, КТшник, убьёт. Ну, вот, смотрите, по поводу АИМа, ребята, ну, никаким АИМом тут даже не пахнет, пули летят вообще, ну, как у обычных людей, рандомно контролирует спрей, пытается, по крайней мере, его контролировать. И там, кстати, КТшник режет кота, режет тера, и, ой-ой-ой, посмотрите, просто как оббежали, оббежали кота. КТшники на миникарте, видно, они просто поджали, и так получилось, что поджали, ну, поджимать-то особо некого было, и просто в спину сейчас забежали, но их там уже ждут и принимают, да. Расстреляли полностью КТшников, но по игре подозреваемого, ребята, ну, сказать вообще особо нечего, именно в плане читов, как бы, не к чему придраться даже, понимаете. Нет у него скинов, ну и ладно, многих нету скинов, и это вообще никак не говорит и никак не сказывается на игре и на том, что есть читы, нет читов. Поэтому на скины я даже сейчас не смотрю, ребята, вообще без разницы, но парень стреляет, он нормально, в принципе, поэтому вот чекнул мидл, никого не увидел, хотя если было ВХ, он бы ждал парня, который был бы справа угла. Но, ребята, так как ВХ у этого парня нет, он предпринимает довольно верное решение, и идёт помогать своей команде, которая сейчас пытается зайти на Апленд, у которой, кстати, это не очень хорошо получается. Лежит смочок, и он ничего не может сделать, понимаете, да? Чекает то, что хотя бы можно чекнуть, и нормально, всё вроде заходит. Есть информация, оп, убивает. Хорошо стреляется ВП, ничего не сказать уже, не первый раз он 100% убивает, знаете, увидел. Вот, нашивает смок, всё чекает. Оп, хорошо. Оп, увидел. Ну, вот сейчас не попал. И вот сейчас не попал. И КТшник затащил раунд. Ну, то есть, ребята, я не понимаю. До этого момента я до сих пор не понял, за что ему кидать репорт. Во-первых, он не играет настолько жёстко, чтобы прям, ну, 20 на 9, кстати, в принципе, счёт-то уже более-менее такой нормальный. Но я бы не сказал, что он играет прям супер-супер вообще офигенно, чтобы ему кидать репорт, и на читы не похоже. То есть, КТшники, они от безысходности, наверное, то, что проигрывают, кинули, а вот видите, да, он даже не видел, когда КТшник вышел. От безысходности, наверное, кинули всем репорты. Наверное, все теры получили репорты. У нас просто сегодня один из команды. Возможно, нет, ребята. Возможно, просто у кого-то забомбило и получил наш подозреваемый с вами репорт. Вот. Но, в принципе, играет он довольно-таки круто, на более-менее хорошем уровне. Поэтому, если честно, уже неудивительно то, что такие люди получают репорт, потому что не в первый раз, ребята, мы с вами видим подобный патруль, когда честные, крутые, нормальные парни получают, ну, просто вот, да, репорты. И хорошо, что вот есть такие, как я, которые не банят, а есть такие, которые, ну, могут прям, ну, просто ни за что забанить человека. И представьте, если он получит бан от патруля, да, это будет, ну, не очень здорово. Вот. Ну, по крайней мере, мне дают награды за верное решение. Постоянно, я как-то не зайду в КС-ку, раньше их редко давали, потому что система вроде только вводилась. А сейчас, ребята, постоянно заграды за верное решение в патруле. Я не знаю, как это верное решение высчитывается, и кто вообще решает, правильно я сделал или неправильно. Вот. Ну, такие награды я получаю, ребята, вот. Поэтому не знаю. Мне кажется, что этот парень играет честно. Подождал поджимчик. Послушал, было слышно, тем более. Оп, никого нету. Бат, всё, убежал. Смотрите, как там жёстко КТ-шник раздаётся с 5-7, а? Вот, опять же, чекает, то есть, никого нету. Ну, не видно, да, по ВХ, если бы у него было ВХ. Он бы так жёстко, вот, не чекал, вот, каждый угол просто чекает, чекает, ждёт. Даже если никого нет, он всё равно ждёт. Но так читеры не играют, ребята. Если проанализировать все мои патрули, которые я, ну, посмотрел, ребята, можно сделать вывод, что даже самый осторожный читер, он всё равно, он, он, вот, ну, заметно будет, что он, как бы, увидел игрока, и по дальнейшим действиям будет понятно, что он его видит. А здесь, ну, конечно, полное непонимание, как бы, без информации, да, то есть, играет, не знает. Можно предугадать, окей, он может догадываться, что есть противник, но он не уверен на 100%, кто где находится. Может быть, он догадывается, но он не уверен. А догадки у него от того, что парень-то, ну, просто не первый день в КС-ке, и, как бы, может уже предполагать, где там наиболее такие вот частые точки, где сидят. Там плен, оп, увидел, смотрите, увидел, но не стал стрелять. Слышит, слышит, слышит. Вышел, убил, слышно было, да, действительно, как бежал. Хорошо, ребята, ой-ой-ой, отлично просто. И должен догадываться, что где-то в планте, либо он видел, а, даже вообще, ребят, вроде не догадывается, его убивают. Его убивают, он пытался затащить раунд, но не затащил. Ребята, недостаточно доказательств я ставлю этому парню, а вы, если вам понравился ролик, ставьте большие пальчики вверх, пишите положительные комментарии, вступайте в мою группу ВКонтакте, ну и подписывайтесь на канал. С вами был, как всегда, Овер. Всем удачи, ребята, и пока-пока.